Добрый день, коллеги! Хотела бы узнать, слышно меня или нет? Слышно, видно ли меня? Отлично! Хочу представиться. Меня зовут Майя. Я ведущий менеджер по продажам в отелях Fusisens на Маврикии и Fusisens Safari Lodge в Национальном парке Серенгити в Танзании. Сегодня я буду вести непосредственно вебинар. Буду рада совершенно любым вопросам, запросам. Я начну, наверное, тогда с Маврикия, потому что в данный момент это одно из самых таких топовых и котовых направлений, особенно после того, как мы наконец-то открылись после 18 месяцев локдауна. И потом плавно перейду и расскажу вам о нашем роскошнейшем совершенно лодже прямо в самом сердце парка Серенгити. Будьте добры, наверное, мы все вопросы оставим на потом, либо, если хотите, можно задавать во время презентации. Но отвечать на них я буду уже в самом конце. Я думаю, мы тогда начнем. Время у нас как раз по Маврикии уже три, по Москве я вижу два часа дня. И хочу начать с Маврикия. Почему же Маврикия настолько популярен? Почему Маврикия любят наши туристы? Почему, чем Маврикия вообще отличается от тех же самых Мальдив, либо Сейшел? Прежде всего, наверное, это роскошнейший, комфортнейший субтропический климат. Да, Маврикия сейчас у нас начало лета. На Маврикии только два сезона зима и лето. Так вот, зимние месяцы это июнь, июль, август. Все остальные месяцы мы их называем летними. Так вот, даже в зимние месяцы температура редко отпускается ниже 25 градусов. А что же касается летних месяцев, то, как правило, в течение дня это около 28-30 градусов, иногда даже и выше. То есть на побережье, так как отели все находятся на побережье, на побережье однозначно всегда отличная теплая погода. Иногда она может отличаться, конечно же, на несколько градусов с центральными районами острова. Несомненно, Маврикия очень безопасный остров и вообще безопасное направление. Дело в том, что можно сказать, что Маврикия является одной из самых быстро разбивающихся африканских стран, так как мы находимся в африканском регионе. И одна страна является одной из самых высоких по уровню жизни. Очень интересно, потому что тот микс населения, которое находится на острове, мы знаем, что здесь проживают и потомки переселенцев из Африки, и из Индии, и из Азии, из Китая, и европейцы те же самые, и всевозможнейший микс религий, то есть начиная от католицизма, заканчивая буддизмом. И вроде бы вот в таком разнообразном колорите, то есть люди все очень мирно существуют, живут. Поэтому недаром Маврикия является и всегда была, и остается одним из самых комфортных и безопасных направлений для туризма. И третье, конечно же, это доступность направления. То есть огромнейшее количество перелетов из Европы, из России. Мы знаем, что самые популярные – это Эмирицы, это турецкие авиалинии. Кроме того, огромнейшее количество перелетов из Европы. И Бритиш летает, и Острин Элайнс, и Моришес, и Франц. И я надеюсь, потому что речь ведется очень давно, но я надеюсь, что Аэрофлот по удачной, опять же, программе полетной на Сейшелы начнет свои рейсы и на Маврикии. То есть мы этого очень давно ждем, этот вопрос давно обсуждается, и надеюсь, что он все-таки в ближайшее время реализуется. Особенно это актуально перед новогодними праздниками. Какая же ситуация на острове? То есть на острове проживает больше полутора миллиона человек населения. На данный момент около 65% населения провакцинировано двумя дозами вакцины. Что касается работников туриндустрии, то проценты очень высокие. То есть около 99% всех сотрудников отелей и туристических компаний уже сделали две вакцинации. То есть вакцины было на острове много, да, сразу же. Притом микс разных вакцин, начиная при Астрозенеке, тоже самое, Кавашильте, и Синофам, Фазер, Модерна и даже Спутник. На острове в данный момент, можно на слайде увидеть, именно признаются эти вакцины. Что касается России, то из России признаются вакцины Спутник В. Значит, политика по въезду очень важна. Без, значит, все туристы, которые сделали вакцинацию, да, а именно две прививки, спутник, непосредственно спутник В, прилетают на Маврикии и проживают в отелях без какого-либо карантин. Да, то есть нужно только, соответственно, иметь ПСР-тест по прилету, сделанный за 72 часа. Он же касается и детей. То есть и дети, и взрослые должны иметь на руках ПСР-тест. Если они вакцинированы, то никакого карантина нет, прилетают, едут в отель, заселяются, расселяются и спокойно отдыхают, наслаждаются своим отдыхом. Если туристы, которые прилетают без вакцины, без вакцинации, то они также должны предоставить ПСР-тест, сделанные за 3-7 дней до непосредственно приезда, и проживать 14 дней в отелях, специально выделенных карантинных отелях. В течение их проживания на 5-7 день будут делаться ПСР-тесты. И, соответственно, на 14-й день, если ПСР-тест будет негативный, то туристы могут уже выходить и переезжать либо в другие отели, передвигаться по острову. То есть, ну, они обязаны будут прожить эти 14 дней в карантинном отеле. Далее, какие нужны документы по приезду? Как я уже сказала, ПСР-тест, обязательно сертификат о вакцинации. Потом нужно будет заполнить декларации. Декларации, они однозначно должны быть на сайтах у туроператоров, либо на официальном в Рекийском сайте их можно найти. Эти же декларации выдаются и в самолете, но, я думаю, намного проще и удобнее заполнить их заранее и уже иметь их на руках. То есть, это все, что касается требований по въезду. Далее, по ПСР-тест и Рапид-тест. Как я уже сказала, ПСР-тест нужно иметь на руках. Когда гости вакцинированные заезжают в отель, то отель делает два Рапид-теста непосредственно за свой счет, то есть оплачивать его не надо. Первый Рапид-тест делается по приезду, и второй Рапид-тест делается на пятый день. Я считаю, что, наверное, это очень грамотно. Опять же, это забота прежде всего о гостях, о безопасности гостей, и, конечно же, о персонала отеля и населении острова. Если вдруг туристам необходимым будет ПСР-тест при вылете, да, компания запрашивает, чтобы этот ПСР-тест был, то его можно делать либо в медицинских центрах, в клиниках, либо специалисты из лаборатории приезжают непосредственно в отель и делают его в отеле. Стоит он 65 евро на человека. И результат обычно ПСР-теста предоставляется в течение 24 часов. Ну, а теперь мы... Это вот такая официальная часть протокольная. А теперь мы с вами перенесемся в отель. Добро пожаловать в Fuseasons. Мы были закрыты на реновацию, поэтому, скажем, у нас двойная дата. 1 октября произошло не только открытие острова, но и непосредственно открытие отеля после реновации. Чем же так комфортен, удобен, популярен отель Fuseasons на российском рынке и для русскоговорящих гостей? Во-первых, конечно, особенно сейчас в постковидный период. Прежде всего, конечно, это касается самого отеля, его месторасположения и услуг, которые он предоставляет гостям. Отель находится на восточном побережье, и он один из немногих, который предоставляет три вида трансфера. То есть мы осуществляем трансферы на машинах, трансферы могут осуществляться по воздуху на вертолете, по времени это занимает около 15-20 минут. И также для гостей, которые любят путешествовать по воде, мы осуществляем трансфер на скоростной лодке. То есть это не только трансфер, но это получается как такая мини-экскурсия, можно увидеть сразу все великолепие восточного побережья. То есть трансфер на лодке занимает около 25 минут. Когда гости, туристы попадают в отель, создается такое впечатление, что они находятся в самом настоящем тропическом саду, потому что территория отеля огромная. То есть территория отеля больше 18 гектар. При том, часть территории находится на острове. Остров называется Илёша, остров кошек. А часть территории отеля находится на материковой зоне. Поэтому, я думаю, это, наверное, очень важно. Огромнейшая территория отеля. То есть нет какой-то такой вот, даже когда отель полностью забронирован, когда стопроцентная загрузка, иногда такое создается впечатление, что никого не видно. То есть попадаешь на ресепшн, спрашиваешь, а где все? То есть такая огромнейшая территория, такая потрясающе красивая, ландшафт. И поэтому гостей иногда даже не видно при полной загрузке. При том, огромнейший плюс, так называемая USP, Unix Point, особенность отеля в том, что он состоит только из вилл. Вообще на Маврикии очень мало отелей вильного типа. То есть в фусизности это только виллы. Виллы от одной до пяти спальн. Категорий много, поэтому очень сложно иногда запомнить, разобраться, но легко запомнить. То есть 90 односпальных вилл, при том внутри они, в принципе, полностью идентичны. То есть они отличаются только видом. Гарден смотрят на сад, мангровые виллы смотрят на мангровые формации, частично на океан. Ошен потрясающий с панорамным видом на океан, 180 градусов. Одни из самых приватных очень любят пары и молодожены. Для семей однозначно это бич-виллы с прямым выходом на пляж. И обратите внимание, что каждая вилла имеет собственный бассейн. И бассейны идут все с соленой водой. То есть я думаю, вот именно концепция вилла, особенно в постковидный период, это очень актуально. Потому что с одной стороны гости живут в таких роскошных, комфортных виллах. С другой стороны, то есть виллы полностью приватные. И опять же, это очень удобное размещение, потому что все виллы находятся в пешей доступности до пляжа. Для семей, двое взрослых и двое детей, в отеле есть сьюты. Их не так много, наверное, это одна из самых популярных категорий на нашем рынке. Называются они Century Pool Villas. Четыре бич, две ошен. И они очень удобны для расселения двое взрослых, двое детишек. Потому что каждая такая вилла имеет не только спальню зону, но и отдельную гостиную, полностью изолированную, большую открытую террасу и большой бассейн. Кроме вилл, в отеле есть резиденции. То есть мы их называем иногда как домом вдали от дома. Притом резиденция на разное количество спален. И резиденция – это самая популярная категория для семей. Почему? Потому что, во-первых, они очень просторные. Начиная площадь от 130 квадратных метров. И в пятиспальной резиденции площадь 850 квадратных метров. Они очень приватные. У каждой, соответственно, большой сад. Какие-то резиденции, вид может быть совершенно разный. Какие-то смотрят на океан, какие-то смотрят на сад, какие-то на горы, какие-то на гольф-поля. То есть все резиденции, так как они большие по площади, находятся на материковой части отеля. Каждая резиденция имеет собственную гостиную, большую просторную террасу, бассейн и, конечно же, отдельную кухню. То есть для гостей, которые с маленькими детьми, да и не с маленькими просто, это очень удобно, если они хотят что-то готовить у себя на вилле. То есть всегда для этого есть собственная кухня. А для больших компаний, либо больших семей, есть виллы с четырьмя, с пятью спальнями. И для VIP-гостей, конечно же, Royal Villa. Их две в отеле, роскошнейшие совершенно, при том, каждая из Royal Villa имеет, собственно, небольшой пляж и джетти. Для VIP-гостей также в отеле есть президентский сьют, он трехспальный, он находится на пляже Bamboo, потрясающего совершенно видом на океан. И есть возможность коннектить его с двумя соседними, очень полувиллами. То есть из трехспального может превратиться в пятиспальный. Вот такие красивые, опять же, панорамные фотографии. Спальные зоны, ванные зоны. В чем же еще особенность отеля? Конечно же, наличие гастрономических ресторанов в системе Half-Bot без доплат. Роскошнейшая совершенно французская бестро Bouchon, открыт на ужины. Итальянский ресторан, Аквапазм, наверное, лучший итальянский ресторан на Маврикии, опять же, открыт на ужины. И основная концепция – это сифуд, морепродукты. Третий ресторан называется Bamboo. Он как раз был полностью отреновирован и превратился из атеатского ресторана в средиземноморский. То есть Bamboo открыт на завтраки, на обеды и на ужины. Это самый большой ресторан в отеле. И он находится буквально на пляже. Центральная зона со всеми водными активитис и два центральных бассейна. И самый мой любимый, наверное, не только у меня, но и у гостей – это роскошнейший пляжный ресторан, который называется La Place. Он находится на частном пляже Four Seasons на острове Иллиусёрф. На остров Иллиусёрф у нас ходит бесплатно шаттл каждый час. Плэйт приблизительно, ну, опять же, в зависимости от уровня воды, в среднем около 8, ну, максимум минут, наверное, 10-15. Это вот прям максимум минут. И, наверное, по достоинству сказать, что это один из лучших, если не лучший вообще пляж, который на Маврикии только есть. То есть он чем-то напоминает а-ля такой мальдивский, сейшельский вариант пляжа. То есть потрясающий совершенно цвет воды. Это открытый океан, безупречнейший заход в воду, при том, неважно, это высокий уровень воды, либо низкий уровень воды. Купаться можно совершенно в любое время. Пляж приватный, то есть он только для гостей отеля Four Seasons. И, как я уже сказала, туда ходит постоянно каждый час скоростной катер, пляж оборудованный зонтиками, лежаками, рестораном, баром, раздевалкой, зонами, чтобы переодеться, принять душ. И, как правило, у нас гости туда уезжают на целый день, потому что там действительно потрясающе. Можно провести вот прямо буквально целый день с утра до вечера. Кроме этого пляжа в отеле есть еще два, которые находятся прямо непосредственно на территории отеля. Один называется пляж Куай Бич, тихий пляж, да, как правило, им пользуются пары взрослые. И второй пляж называется Бамбу, рядышком с рестораном Бамбу, где у нас находятся и ботхаусы, все водные виды спорта. Есть вопрос по поводу песка, белоснежнейший песок, то есть он коралловый, да, он мелкий, он белого цвета и очень хороший пологий заход в воду. Кроме пляжа в отеле, вообще чем славится Маврикия? Огромнейшим количеством активитис. То есть в каждом отеле, в том числе в фусизнсе, огромный выбор водных видов спорта, при том все немоторизированные водные виды спорта, включая водные лыжи, они предоставляются гостям бесплатно. То есть это водные лыжи, это бэкборды, это то же самое каяки, это снорклинг, плюс еще у нас работают морские биологи, которые проводят очень интересные, во-первых, и лекции, и мастер-классы с гостями, они также делают гостям снорклинг, очень интересные. И они занимаются реставрацией кораллового рифа. Для любителей спа в отеле есть одно из самых, наверное, красивых, самых живописных и самых популярных спа на острове. То есть спа фусизнс чем-то напоминает бунгало на Мальдивах, отдельно стоящие бунгало на сваях в воде. Мы работаем на разных косметиках, как правило, на южно-африканской косметике. Очень расширенный, интересный выбор всевозможных процедур, популярнейшие совершенно занятия по йоге. И одно из таких ярких – это медитация Sunrise. Обычно медитация делается на закате, но мы делаем медитацию на востоке, на пенинсуле. И Sunrise Meditation вот как раз проводит ее наш специалист по йоге Пробирт. И для любителей гольфа, гольф в отеле бесплатно. При том, гости отеля имеют бесплатный доступ на два гольф-поля. Одно гольф-поле «Анаиты» и второе гольф-поле, которое находится на острове «Люсер». И те, кто хотят научиться, а таких довольно много, то есть мы проводим каждый день бесплатные занятия по гольфу. Тем более мы видим, что гольф становится все более и более популярным. А вообще, конечно, фусизнс славится огромнейшим количеством всевозможных активитис. Не только для взрослых, но и для детей. То есть у нас два клуба. Один клуб для детишек, для маленьких до 9 лет, где большой выбор всевозможных программ в течение всего дня. И второй клуб для подростков, где проводятся дискотеки и всевозможные экскурсии, и уже другого рода активитис согласно возрасту ребенка. Ну и, конечно же, Маврикия – это рай для ханимонеров, для молодоженов, и не только, и для тех, кто хочет зарегистрировать свой брак, да, либо сделать то же самое, мог в день, так называемое повторение свадебной церемонии. В отеле есть несколько свадебных пакетов. Чтобы вас ориентировать по стоимости, основной пакет идет приблизительно около 900 евро, в котором на самом деле очень много инклюжен, да, много составляющих. А также есть пакеты, так называемые, отелл-армей, да, в зависимости от пожеланий гостей. И на территории отеля приблизительно около трех-четырех таких красивых, очень живописных мест для проведения свадебной церемонии. В отеле есть русскоговорящий персонал в моем лице, потому что я нахожусь на Маврикии непосредственно сама в отеле, и плюс еще есть русскоговорящий в каст-релэшене, конечно же. Плюс еще все меню, спа-меню, все активитис, все переведены обязательно на русский язык. Отель работает по системе завтраки, либо хак-фот, полупансион, завтраки, ужины. Притом, как я уже упомянула, в полупансион входят все рестораны, которые в отеле есть, а их непосредственно три ресторана. Далее хотела я вам еще добавить, что касается Маврикии. Часто спрашивают вопрос, а нужно ли обязательно носить маски в отеле? И вообще какая процедура, когда гости попадают в отель, каким образом осуществляется регистрация, чек-ин, чек-аут и так далее? Все гости по приезду обязательно сразу же провожаются на виллы, то есть передвижение, так как территория отеля большая, то передвижение, как правило, на баги, либо мы гостям предоставляем бесплатные велосипеды на весь срок их проживания. И чек-ин, регистрация делается непосредственно прямо на виллу. И welcome drink, и прохладные полотенца, все будет сервероваться на виллу. Притом обратите внимание, что все виллы будут обязательно обрабатываться, ионизироваться за сутки до заезда гостей. Что касается масок, ношения масок, он рекомендуется, но не обязательно. Поэтому персонал отеля обязательно весь в масках. Что касается гостей, особенно это касается пляжа, довольно сложно представить гости, лежать, загорать в маске. Рекомендуется ношение маска в общих зонах, это касается ресепшена того же самого, это может касаться ресторана, но когда гость приходит в ресторан, однозначно он маску сразу же снимает. При том, что было сделано в отеле, то есть было увеличено расстояние между столиков, было увеличено расстояние, опять же, лежаков на пляже, и весь персонал отеля прошел обязательные тренинги по программе LiquidScare. То есть это международная программа, при которой вообще цепочка Fuseasons заключили контракт, договор с известной американской клиникой Hopkins, и они разработали эту программу для всех сотрудников компании Fuseasons. Поэтому весь персонал отеля полностью прошел подготовку и готов принять гостей. Часто очень задается вопрос по поводу перемещения, можно ли ездить на экскурсии. Конечно же, можно. Конечно же, можно. Еще раз повторюсь, если гости вакцинированы, то они могут выходить, полностью передвигаться по территории всего острова. При том, что касается вообще транспорта, то все водители и, я знаю, и в DMC, да, принимающих компанию Fuseasons, и они прошли вакцинацию, уменьшилось по правилам количество человек в машине, то есть если раньше можно было сидеть рядом, прошу прощения, рядом с водителем, то сейчас это место должно оставаться свободным. И есть ограничения на острове по количеству человек, то есть не более 50, да, это касается прежде всего больших каких-то мероприятий либо групп. Поэтому, да, начиная с 1 октября, все открыто, то есть и рестораны, и все экскурсионные места, и передвигаться однозначно, посещать все можно. Прошу прощения. Часто задают вопрос также по, если вдруг туристы при вылете заболели, либо если вдруг PCR-тест, да, оказался положительным, то в этом отношении, то есть мы очень гибкие. Если клиент предоставляет официальный документ от врача, то, что он болеет ковидом, то, что PCR-тест, да, положительный, то мы однозначно не штрафуем, то есть мы оставляем депозит оплачиваемый, мы оставляем сумму оплачиваемую как депозит. Клиент может ей воспользоваться в течение какого-то времени. То есть это вообще каждый вопрос рассматривается, запрос индивидуальный, но обычно до 8 месяцев. Что касается вообще наличия мест, сейчас мы видим просто какой-то шквал запросов, огромнейшее количество бронирований и на октябрь, и на ноябрь, и на Новый год. Поэтому популярность, я очень рад, в Маврикии остается и даже, можно сказать, растет, и если полетит аэрофлот, то я думаю, это будет одно из таких топовых топовых направлений в этом году. Это, наверное, вот вкратце все непосредственно по Маврикию и по отелю. Если у вас будут какие-то вопросы, буду рада на них ответить. Я с большим удовольствием поделюсь контактами чуть позже в чате. А теперь мы с вами перенесемся во второе, во второе наше роскошнейшее направление, а именно Танзанию. Часто сейчас спрашивают и задают вопрос, открыта ли она. Вообще, на самом деле, я думаю, Танзанию никто не закрывал. Были сняты только чартерные рейсы, которые летали на Зандибар, которых было много. И летали они, мне кажется, до марта месяца. И российский рынок был один чуть ли не из топовых, пока летали эти чартерные рейсы. Притом очень много туристов, которые комбинировали. И вообще, когда летят на сафари, часто комбинируют сафари плюс пляжный отдых в Танзании. И отель Four Seasons, он один из самых вообще популярных отелей для туристов, которые хотят посмотреть и насладиться дикой природой. Почему же, почему он настолько популярен и почему он так подходит вообще для наших клиентов и для наших сограждан? Во-первых, начнем, наверное, о месторасположении. Мы знаем, что вообще национальный парк Серенгет находится в западной части страны. И если говорить о аэропортах, то ближайший аэропорт называется Килиманджаро. В Килиманджаро летают и Катары, летают турецкие авиалинии. Либо второй вариант, можно прилетать в Дар-э-Салям. Дар-э-Салям летает Эмирать, если я не ошибаюсь, Лай-Дубай летает на Занзибар. И далее уже перелетать в Сиранэро. Что такое Сиранэро? Сиранэро – это взлетно-посадочная полоса, которая находится в национальном парке Серенгетии, и она ближайшая к лоджу. Лететь, если клиенты прилетают в Килиманджаро, то лететь на внутреннем перелете до Сиранэро приблизительно около 50 минут. Если клиенты прилетают в Дар-э-Салям, то с Дар-э-Салям лететь до Сиранэро приблизительно около двух часов. Все, что касается внутренних перелетов, мы помогаем, делаем сами. Всю логистику, опять же, мы помогаем, делаем сами. То есть нас можно бронировать либо через ваших партнеров, которые у вас есть, либо, соответственно, можно обращаться в отель и пользоваться услугами отеля. Так вот, мы прилетаем в Сиранэро, гостей встречают ренч-роверы, организованные, опять же, лоджи. Все наши машины, во-первых, они кондиционируемые, все машины оборудованы обязательно вай-файме и максимальное количество человек в машине – 7 человек. Притом, каждая машина имеет еще свой собственный мини-бар. Добраться до лоджи получается приблизительно около 40-50 минут. Но, опять же, это время в трансфере представляет собой даже как мини-гейм-драйв. То есть по пути в лодж можно увидеть всю большую пятерку, ради которой гости и летят. Чем же так вообще популярен отель? Во-первых, его уникальнейшее месторасположение. Он находится, во-первых, в центре национального парка Серенгети. И когда летят на сафари, туристы что хотят увидеть? Они хотят увидеть большую великую миграцию. Сезон вообще большой великой миграции начинается, ну, скажем так, лучший месяц, наверное, да? Может быть, июнь, июль, август – это когда миграция проходит ближе всего к лоджу. И так как лодж находится в центре национального парка, неважно, где находится миграция, если она находится на территории парка, то всегда можно до нее добраться и ее увидеть. Только в те месяцы, когда она находится в Масае Мара, это два месяца, это октябрь и ноябрь, то это немножко далеко. А все остальные месяцы всегда можно ее увидеть. Но почему я делаю акцент на миграцию? Конечно же, это самое, наверное, зрелищное вообще время. Ради чего вообще стоит ехать и увидеть эту потрясающую дикую природу? Когда миллионы, наверное, миллионы из тогда зебр, антилопа, жирафов, то есть это настолько яркое, настолько зрелищное действие, что хотя бы раз в жизни его обязательно нужно увидеть. Так вот, по приезду в лодж гости сразу же, как только попадают на ресепшн, они видят роскошнейший бассейн и рядом с бассейном находится водопой. Я считаю, это тоже огромнейшее преимущество, потому что в течение всего дня к этому водопою приходят те же самые и жирафы, и слоны, и буйволы, и зебры. Поэтому можно купаться, наслаждаться в бассейне и любоваться вот таким потрясающим зрелищем. Часто гости прям сразу начинают фотографироваться, и снимки получаются очень яркие и запоминающиеся. Второе – это однозначно удобнейшее расположение, что касается проживания, потому что в лоджии есть как номера, так и вилла. Номера при том находятся либо на первом, либо на втором этаже. На первом этаже называется саванна, на втором называется хорайзен. И для семей, а фусизн – это один из немногих лоджий, которые признимают детей от двух лет. Это на самом деле большая редкость. Проживание в террас-сьютах наиболее популярно и наиболее комфортно. Почему сьюты? Потому что каждый сьют имеет отдельную гостиную, отдельную спальную зону, и максимальное размещение идет 2 плюс 2. А для клиентов VIP уровня в лоджии есть виллы. Вилла начинает от одной до трех спален. То есть есть две виллы односпальные, две виллы двухспальные и роскошнейшая совершенно президентская вилла с тремя спальнями, с бассейном, с спортзалом. Все, кто проживает в виллах, бесплатно получают обязательно услуги Батлера, два массажа, две спа-процедуры и барбекю-уржин на вилле. Это так называемая вилла Офа. Часто задается вопрос вообще, насколько лететь. Для меня было бы даже мало 7 ночей, но вообще, как правило, самая популярная, наверное, 3-4 ночи. Почему 4? Потому что в течение года, кроме высокого сезона, действует спецпредложение 4 за 3. То есть при бронировании 4 ночей одна бесплатная. Это вне высокого сезона. И далее, после такого яркого, запоминающегося проживания в лодже, как правило, все летят на пляжный отдых. А куда летят? На зандибар. И, опять же, и тут получается очень удобно, потому что из Сиронера, взлетно-посадочной полосы, есть прямые рейсы до Зандибара. Летает и Костел Вейши, несколько авиакомпаний. Притом рейсы каждый день осуществляются. Поэтому можно 3-4 ночи обязательно пожить в фусизм, насладиться сафари. Я расскажу, какими именно сафари. И потом лететь уже на пляж, на зандибар. Что касается сафари. То есть мы предоставляем несколько видов сафари. Конечно же, обычная в машине. Притом машины есть как открытые, так и закрытые. Сафари есть и на целый день, и на полдня. Если клиенты едут на целый день, то мы обязательно организуем пятник-ланч для них. Если едут на полдня, то, как правило, гости обедают уже в лоджи. Лодж работает на all-inclusive, то есть на все включено. Ну, конечно же, потому что теоретически выйти некуда. То есть можно, соответственно, только питаться на территории лоджи. Кроме обычного сафари, мы делаем сафари на воздушном шаре. Мы его обязательно рекомендуем всем гостям. Это потрясающий совершенно экспириенс. То есть выезжают из лоджи гости рано утром, в 4 утра еще до рассвета, ехать приблизительно до места, где осуществляется это сафари, около 40-50 минут, и потом шар поднимается прямо на восходе. Это одно из, наверное, самых таких зрелищных и запоминающихся экскурсий, особенно когда это сезон миграции, это даже когда и не сезон миграции. То есть и после полета компания, которая осуществляет сафари на воздушном шаре, организует для гостей завтрак шампанским. И всем дарятся сертификаты. Кроме сафари на воздушном шаре, для экстремальных гостей мы делаем пешие сафари. Пешие сафари проводятся обязательно нашими натуралистами, которые работают в Discovery Center, в лоджии, и массами, и плюс еще, конечно же, так как вы находитесь в самой настоящей дикой природе, в саванне, обязательно будет охрана, будут автоматчики, два предоставляемые национальными службами, Танзания, национальная служба безопасности. Сафари занимает по времени приблизительно около часу, и это очень интересно, это очень необычно, можно сказать, даже в какой-то степени экстремально, потому что можно увидеть все разнообразие, можно увидеть и те же самосланов, и можно увидеть все, что угодно, всех животных, которые проживают в саванне. И потом обычно пешие сафари заканчиваются роскошнейшим ужином под бабабом на закате с коктейлем, костром и либо романтическим, либо семейным ужином в ночной саванне. После дня насыщенного обязательно всем мы рекомендуем воспользоваться услугами спа. Один из самых ярких и популярных массажей называется кифа-массаж. Он делается дубинкой кифы, это орудие у массажа. И используется масло Баабаб. То есть это релаксирующий массаж, который снимает полностью напряжение в мышцах, длится он полтора часа, и после этого массажа просто уже ты не понимаешь, где ты находишься, и сразу идешь либо на ужин, либо к тебе в номер, на виллу, чтобы отдыхать, потому что он настолько расслабляет тебя, что ты даже не понимаешь, где ты находишься. И для любителей йоги мы делаем очень красивую опять же медитацию на Кобжис. Кобжис – это вот такие небольшие сопки, которые находятся вблизи от территории лоджи. Кроме того, мы предоставляем услуги Discovery Center, где у нас работают натуралисты, и вот на слайде видно, что есть такие вот интерактивные карты, можно увидеть, в какой части парка находится миграция. Обычно после дня, после гейм-драйва в гости приходят в Discovery Center, обмениваются фотографиями, проводятся интереснейшие совершенно лекции всевозможные. И плюс еще мы поддерживаем талантливых, тазанистских художников, и часто гости просят перенести на полотно какие-то очень необычные яркие снимки, которые они сделаны в течение дня. И получается потрясающая совершенно картина, которую они могут с собой уже увезти на полотне домой. Отличнейший совершенно подарок, особенно если какая-то памятная дата, либо день рождения. И, как я уже сказала, Fuseasons один из немногих, который принимает детей. Дети от двух лет, притом интереснейшие совершенно детские программы. Одна из них называется Тропа юного натуралиста, где детишек учат, во-первых, и найти путь по звездам, и сделать лук со стрелами, и каким образом сделать какие-то лечебные мази, как разжечь костер. И вечером они устанавливают камеры рядом с лоджем, а утром их снимают и смотрят, какие животные пробегали. Иногда у нас родители просят вместе с детьми отправиться вот на такие Kids Activities. Что касается услуг ресторанов, как я уже упомянула, лодж работает на All-Inclusive, поэтому все рестораны, которые в лоджи есть, они входят в этот All-Inclusive. Плюс еще как дополнительную опцию мы вот устраиваем такие яркие интересные ужины в ночной саванне с колоритными массайскими танцами. А так очень часто всем гостям нравится Маджи Бар и Террас, который находится в центральном бассейне, он открыт и на ланчи, и на ужины. Либо основной ресторан называется он Кула, либо есть еще Бинный погреб, это для ценителей вина, где огромнейшая коллекция южно-африканских вилл, и мой самый любимый ресторан, который называется Бома Гриль. То есть Бома это как массайская деревня, это гриль, сервируется обычно блюдо, приготовленное на гриле, и в течение ужина массаи, которые работают в отеле, то есть днем они охраны, вечером танцоры, представляют свои такие яркие, красочные танцевальные шоу. Часто задают вопрос, почему же лодж принимает вообще детей, да, потому что передвижение по лоджу происходит по таким деревянным помостам, то есть эти помосты два метра над землей, поэтому можно самим безопасно передвигаться, то есть не надо звонить тем же самым массам, либо сотрудникам отеля, чтобы они за вами пришли, отвели вас в ресторан, либо на ресепшн, можно самим полностью везде передвигаться, да, это очень важно. Это, наверное, вот основное по лоджу, далее каким же образом его можно комбинировать, да, как я уже сказала, есть возможность комбинации с Занзибаром, то есть 3-4 ночи лодж и далее перелет, скажем, на Coastal Aviation из Сиронера до Занзибар, на Занзибаре довольно большая отельная база, то есть Занзибар можно бронировать либо через DMC, либо через своих партнеров, туроператоров. Один, наверное, из самых таких популярных отелей, который комбинируется с Four Seasons, это либо Zuri, я думаю, многие вас, наверное, из вас его слышали, либо Kulindi, это, наверное, вот второй, второй отель. Есть клиенты, которые любят комбинировать с Маврикием, то есть с Маврикием комбинировать немного сложнее, потому что перелет нужно осуществлять из Килиманджара до Найроби и далее с Найроби до Маврикия. Единственное, что, конечно, в Найроби получается довольно удобная стыковка. Но если Zanzibar Fully Book, то, как правило, довольно часто Fully Book, потому что отельная база не такая большая, как в Маврикии, то гости могут скомбинировать свой такой game experience, safari experience с пляжным отдыхом на Маврикии, где огромнейшая совершенно отельная база и отличный сервис. Вот, наверное, все основное, что я могла рассказать, чтобы уложиться и оставить какое-то время на вопросы. Если есть вопросы, то буду рада ответить. Сейчас я отправлю свой контактный email в чате. Расскажу. Меня зовут Майя, фамилия Кизенкова. Так, это мой контактный email. Если есть какие-то вопросы по Маврикии либо по Танзании, то буду рада на них ответить. Если есть желание, пожалуйста, пишите мне, я отправлю вам и видео, которые вы видели, я отправлю вам презентацию, информацию по по отелям и наши спецпредложения. И буду рада с вами сотрудничать. Отправляйте своих гостей, мы о них обязательно позаботимся, они будут довольны, останутся довольны своим отдыхом, вернутся счастливые и вернутся на Маврики либо в Танзанию вновь. Наверное, я сейчас просмотрю чат, не вижу больше вопросов. Так, вот вопрос был, я пропустила, прошу прощения, по PCR-тесту, детям тоже нужен PCR-тест. Всем детям. У Дарины вопрос по презентации, да, с большим удовольствием, пожалуйста, отправьте мне письмо на почту, я вам вышлю все материалы. Так, по пляжу я ответила, по персоналу ответила, контакт. Так, все. Если какие-то вопросы еще есть, буду рада ответить. Если вопросов нет, надеюсь, вам понравилась моя презентация, она не была особо нудной. Буду рада, опять же, быть с вами на связи, желаю вам отличной недели и до встречи на Маврикии. Спасибо. маврика. Продолжение следует... Продолжение следует...